У Воротникова очень хорошо себя, ну как, она не очень хорошо себя преподносила. Руководитель центра, где работает Наталья Воротникова, завели со мной дружбу. Воротникова до испытания, соответственно, она знала от и до письмо на эту почту. Люди там все смотрели, доносили до Воротникова и все. Воротниковой очень повезло. Я вот что хотел еще сказать, подходя вот уже к этому, раз мы заговорили про финальное испытание и заговорили про первый сезон, вот как кто. Вот именно я хотел акцентировать на Наталье Воротниковой акцент сделать. В каком смысле? В первом сезоне были намного ярче персонажи, намного магические персонажи, намного эмоциональные персонажи, которые бы, видимо, если бы немножко по-другому расклад пошел, то, скорее всего, Наталья Воротникова, конечно же, не выиграла эту битву. Потому что до нее в фаворе это была, конечно же, бесспорно, Алена Орлова. Очень яркий персонаж, вот, которая умела подать себя в экран на съемках. Могла там вызвать духов, заговорить с духами, говорить, что она с духами общается и так далее, и так далее. Вот. А второй персонаж яркий, это была Арина Евдокимова. Тоже вот про все рассказывающая, про все знающая такая вот. На третьем месте, да, видимо, была Наталья Воротникова, но если вот зритель посмотрит, вот, первую часть, он увидит, что все испытания она проходила, в общем-то, никак, средняя. Ну, как вот, ну, как все вот. Ну, то есть, ничего такого супер-пуперного не происходило с Воротниковой на съемочной площадке. Просто случилось так, что в какой-то момент яркая и энергичная и магическая Алена Орлова, она ушла из проекта, вот, ну, по семейным обстоятельствам, там, неважно. Вот. Сразу как, у нас Арина Евдокимова поднялась, да, потом Воротникова. Вот. Но так сложилось, что в этом же сезоне вдруг уходит второй участник. Уходит Арина Евдокимова из проекта. Ну, тоже как бы по семейным обстоятельствам, возможно, или что-то там еще. Я не знаю очень, как бы, подробностей. И получается, что в итоге? Получается, что Воротникова поднимается, вот, фаворит. У Воротникова очень хорошо себя, ну, как, она не очень хорошо себя преподносила. Были намного ярче персонажи. Просто там была в момент съемки в одной, и это можно увидеть на первом сезоне, она пришла, Воротникова, в такой шляпе, и она как-то так посмотрела. И вот этот момент засняли, и его немножко так пролонгировали. И получилось, что Воротникова таким ведьманским, от слова ведьма, взглядом из-под шляпы провела глазом. И вот, типа, всех, все, все покукожились, покорежились. Ну, то есть, это был хороший, хороший, ну, вот, хороший момент, вот, просто-напросто. Если бы Воротникова не посмотрела вот так из-под шляпы, и это не ухватила камера, то вот этого момента не было. Его можно увидеть, этот момент. Его часто тиражировали, этот момент. А, вот еще, что я хотел сказать про этот, вот мы сейчас заговорили о финалистах, об участниках. В этом же первом сезоне была Светлана Проскурякова. Мне уже в тот момент было очень жаль, что она не пошла дальше. Я поясню, почему. Светлана Проскурякова, потому что она была, она астролог, да, больше. И поэтому как, на съемках вот какие-то испытания происходили, вот она приходила с компьютером. Она там выстраивала какие-то программы астрологические, все прочее. То есть, для зрителя и для продюсеров, видимо, это было неинтересно. Она не была неплохим, там, человеком, экстрасенсом, возможно, еще что-то. Но вот для зрителя это было магически неинтересно, несмотребельно. И поэтому вот, к сожалению, Светлана Проскурякова ушла очень рано. То есть, ее, грубо говоря, выгнали. Там выгон же происходит. И Светлана Проскурякова выгнали очень рано. Вот. Но зато осталась Даша Миронова, которую не могли выгнать до самой четверки просто-напросто. Это вот сейчас, вот на данном этапе Даша Миронова там владеет, бог весь какими, регалиями и всем прочим-прочим. Вот. На тот момент это была обычная девушка, ругающаяся матом, потому что ее все бесило, все раздражало. Раздражали съемки, раздражало, что надо долгое время находиться на съемочной площадке. Бесило все вокруг и все. Она всегда лажала, попадала не в попад, не в лад. И, в общем, вызывала только недоумение, смеха и не боли. Вот. И когда уже вот был выгон как раз-таки три финалиста и четвертого, которого надо было выгнать, вот выгоняли Дашу Миронову. Вот. Выгоняли ее достаточно тяжело, потому что из готического зала ее чуть ли пинками не пришлось не выводить. Вот. Потому что она ругалась матом, вот, и говорила, что она не согласна с этим и все прочее-прочее. Вот. То есть, ну, такая была достаточно скандальная, одиозная. Вот. Но, тем не менее, она достаточно театральная и постановочная для того, чтобы дальше развивать свой такой имидж. Как мы уже говорили, что дружба экстрасенсов и редакторов, она, в общем-то, могла помочь и очень сильно помочь экстрасенсам в плане прохождения испытаний. Как, кто с кем дружился, у всех история разная. Я не могу говорить о том, что за всех редакторов. Может быть, кто-то из редакторов действительно, как бы, очень честно ни с кем не дружил, никому-то не рассказывал, что-то не подсказывал. Кто-то подсказывал. У всех были своя история. Я могу сейчас честно и открыто сказать про свою историю. Мы подходим к самому страшному, за что меня, наверное, расстреляют. Мы переходим к разговору о самом щепетильном вопросе, одном из щепетильных вопросов в битве экстрасенсов, которых этот вопрос интересует очень многих. Про то, получают ли экстрасенсы от редакторов или еще от кого-либо информацию для успешного прохождения испытаний. Я не могу сказать за всех редакторов и за людей, которые работают на битве экстрасенсов, кто сливал информацию, кто не сливал, кто честно работал, кто помогал экстрасенсам. За всех я не могу говорить, потому что у каждого своя история. Я просто знаю, что кому-то помогал не я там или еще какой-то другой редактор, но он, тем не менее, проходил очень хорошо испытания. Я могу сказать только лишь за свою работу. Вот сейчас будет очень честно и откровенно. И я не боюсь этого говорить, потому что я не вру. Поэтому я могу об этом говорить очень откровенно. Когда ушли из проекта Алена Орлова и Арина Евдокимова, которые были фаворитами в первом сезоне, то на сцену появилась Наталья Воротникова, которая до этого проходила испытания «Ни шатка, ни валка». Ну, то есть особо ничего таких показателей у нее не было экстрасенсорных. Но так как Наталья Воротникова работала уже в магическом салоне, в центре, то руководители таких центров всегда старались найти какие-то выходы, дружбы с редакторами испытаний. Ну, с теми людьми, которые окружают экстрасенсов для того, чтобы каким-то образом заручиться помощью, поддержкой, какими-то мелкими-мелкими или крупными связями для того, чтобы их экстрасенсы, которые работают в их организациях, они выходили на первые места. Сейчас я могу сказать откровенно, что такой же выход нашли и на меня. То есть руководитель центра, где работает Наталья Воротникова, завели со мной дружбу. Ну, хорошо это или плохо? Вы знаете, с одной стороны, хорошо. Потому что шоу делалось. Людям было интересно смотреть. Вот. Поэтому я не могу сказать, там, хорошо это или плохо. От меня бы получали эту информацию, не от меня. Вот. Но для успешного прохождения испытаний, для того, чтобы людям было интересно смотреть, ну, не я бы эту информацию давал, давал бы кто-то другой. Я не хочу сказать, что Воротникова получала всю, всегда информацию. Нет. Она получала информацию в ключевых испытаниях, которые, как бы, двигали ее, как экстрасенсы, показывали с экрана, как экстрасенсы. Вот, например, я не зря заговорил про испытания со стюардессой и вот с упавшим, разбившимся самолетом. Потому что вот в этом испытании оно было ключевое. То есть, там оставалось три человека. Вот. И, нет, четыре, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас уже не вспомню. То есть, это испытание было ключевое, после которого, как бы, решалась судьба, вот, в принципе, уже победителя этого проекта первого сезона. Вот. Я не случайно заговорил именно про это испытание, потому что вот именно это испытание, Воротникова до испытания, соответственно, она знала от и до. Она знала, куда нужно идти, как найти это место, где самолет упал. Она знала всю предысторию, как он вылетел, как, что случилось и так далее, и так далее. То есть, она владела информацией прямо вот очень-очень четко. Вот. Поэтому испытание, те зрители, которые захотят это пересмотреть, испытание получилось ярким, трагичным. Она описывала, как тут загорелось, как тут были люди, как тут кто-то погиб, там еще что-то в этом духе. Вот. То есть, испытание было очень такое насыщенное. То есть, как это? Ты подходил там на ушко ей или кто, или что? Ссылала мэл, смс или как-то еще добавила ей текст в сценарий. Как это происходило? Как она узнавала, что ей нужно делать? Ну, да, я понял вопрос. Вот именно лично со мной и с Воротниковой это происходило так. Я зарегистрировал некую почту, просто вот новую абсолютно почту. Вот. Дал от этой почты пароль руководителю центра, где работала Воротникова. Вот. И в нужное время, когда я уже знал, вот какое испытание будет, всю историю этого испытания, я писал письмо на эту почту со всеми ссылками из СМИ, что нужно посмотреть вот на эту ссылку, где рассказывалось, как самолет там летел, разбился и так далее, и так далее. Короче, это письмо содержало весь исходный материал испытания. То есть, я посылал письмо на эту почту, люди там все смотрели, доносили до Воротниковой и все. То есть, я лично, лично я не рассказывал Воротниковой про то, как и что будет. Ну, то есть, это все было описано в письме? Да, 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 да. А за сколько это происходило до съемок? За какое время? Ну, за очень короткий срок. Например, за вот, например, утром, грубо говоря, в 8 утра мы собираемся на съемки этого испытания. Ну, там, и, грубо говоря, часов в 10, в 11 я очень четко понимаю, что мы завтра снимаем, во сколько мы завтра выезжаем и так далее, и так далее. И вот в этот же момент, значит, ну, не в этот прям момент, ну, как бы вот, грубо говоря, за ночь до испытания, то есть, Воротникова владела вот такими вещами. То есть, информацией про то, как будет сниматься, где сниматься, что сниматься и так далее. А как именно на тебя вышел центр, руководитель этого центра? И как это именно? Это как бы штат стегивали или что? Какой ценник был? У всех, видимо, своя история знакомства, как я уже говорил, там, руководителей центров с редакторами. Лично моя история очень близкого знакомства с руководителем центра и слива информации Воротниковой, она такова. Ведь съемки, испытания часто происходили в разных концах Москвы или за пределом Москвы или в Подмосковье. То есть, это могли быть в лесах, в полях где-то. И туда, естественно, Наталью Воротникову привозили на машине. Привозил руководитель центра на машине. То есть, она проходила испытания, какое-то время ждали, естественно, проходила испытания, садилась в машину, ее увозили. Но пока там Воротникову пройдет испытание, они же все находимся, мы все вместе, для того, чтобы там за всеми следить, бдить. И вот в один из каких-то моментов я познакомился с руководителем этого центра, где работает Воротникова. Но ведь все же люди, все человеки, они свою цель преследуют. Чтобы они же понимают, что если Воротникова становится популярной, это значит, ценник увеличивается, приемы, это значит, более благосостояние лучше и так далее. А я человек, как бы, со своими слабостями. Я понимаю, что если вдруг со мной какое-то заведут знакомство, это тоже, наверное, мне будет как-то выгодно. Я хочу сказать, что Воротниковой очень повезло. Вот просто реально повезло. Прошло уже 10 лет с момента победы Воротниковой в битве. И она была самой низко запроплаченным экстрасенсом. Потому что в тот момент, конечно же, никто ни про какие деньги не говорил, ни про что. То есть, не выставлялись ценники там за участие, еще что-то в этом духе. Просто руководитель мог сказать, вот ты там попробуй, чтобы получше было, там еще что-то. Мы там отблагодарим, все прочее, прочее. То есть, это был первый сезон, когда вообще все как было по тонкому льду. А какие тут уже ценники и все прочее, прочее назначать. Поэтому это было на таких, на полудружественных таких основах, когда, ну, как бы дружбу завели. И вот тебя начинают как-то так приватно просить. Ну, типа, вот, может ее как-то направить Воротникову, чтобы она там что-то получше была и так далее, и так далее. Вот. И, ну, и ты вроде как соглашаешься, потому что тебе перспектива сулит какие-то дивиденды от этого всего. Вот. Ты соглашаешься и начинаешь в это вариться, в это ввязываться. Вот. И, знаешь, вот через какое-то время ты понимаешь, что ты по уши завяз. Раз. Потому что тебе что-то там предлагают взамен, и деньги какие-то, еще что-то. Ты вроде бы, в общем-то, должен отказаться и послать подальше. Но человек слаб, он может не отказаться. Я не отказался. Вот. А раз ты один раз не отказался, ты начинаешь и дальше в этом вариться. Я не знаю, это плохо или хорошо. Конечно же, это плохо в плане человеческого поступка, наверное. С другой стороны, если бы я это не сделал, ну, возможно, Воротниковой бы кто-то это по-другому подсказал, а за другую цену. И это было как-то по-другому выглядело на экране. Но, как бы то ни было, хороший это поступок или плохой, или вообще ужасный и жуткий, но Воротникова победитель. И она прекрасно выглядела на экране в своей победе, и люди ей поверили. Субтитры создавал DimaTorzok